На открытии выставки не только поклонники рязанского художника, но и те, кто рука об руку прошел с ним большую часть творческого пути. Эту юбилейную экспозицию, состоящую исключительно из портретов, Виктор Агеев планировал еще при жизни. Задумку воплотили сотрудники Рязанского художественного музея имени Пожалостина вместе с родственниками автора. Дед действительно обожал то, что он делал, даже несмотря на свое состояние, на свою травму. До последнего, до 23-го года, дед продолжал творить. Как уже говорили, он хотел написать портреты всех своих знакомых творческих людей, и в какой-то степени ему это удалось. Да, к сожалению, он не завершил до конца, но тем не менее, что-то мы доимеем и можем этим наслаждаться и это наблюдать. Портреты были любимым жанром Виктора Агеева. Особое место в этой галерее, конечно, занимают женские образы. Они словно бы обладают какой-то особой выразительностью и тонкой передачей деталей, подчеркивают зрители. Я его знал, я вырос с его искусством, с его творчеством. Это такой классик социалистического реализма уже, такой прошедшего искусства. Но классик, классик, не просто так классик. Он и портретист шикарный, он и жанровые картины писал. Он один из немногих художников, которые такую производственную тему подавали через душу. Каждый из портретов имеет реальный прототип. Наследие Виктора Агеева в большинстве своем – это образы людей, с которыми художнику пришлось повстречаться. Запечатленные для будущих поколений при помощи кисти и масла на холсте или даже обычного карандаша на листе бумаги, они притягивают своим теплом. Сегодня друзья Виктора Агеева вспоминают автора выставки не только как маститого художника, но и как друга, а также помощника на творческом поприще. У меня была, по-моему, первая персональная выставка в Солодче, в музее Пожалуйста, и он приехал ее открывать. Он был заместителем Бориса Семеновича Горбунова, тогдашнего председателя нашего союза. Он посмотрел выставку, похвалил мои маленькие этюды очень сильно, посоветовал, что делать с большими работами реалистическими. Он объяснил мне, что их надо задумывать и писать несколько иначе, нежели чисто натурные репортерские вещи. И, в принципе, он несколько раз на меня сильно влиял, Виктор Викторович Агеев. Мы с ним дружили до самого последнего момента. На выставке представлены и автопортреты. Среди них особое место занимает тот, где художник в инвалидном кресле. Его автор назвал «Жизнь продолжается». Ведь, несмотря на все превратности судьбы, мечтать и творить Виктор Агеев продолжал до самой смерти.